В связи с последними событиями в Бурденском районе ежедневно ведется мониторинг цен на основные продукты питания. С руководствами крупных торговых предприятий проводятся переговоры по проводимой ценовой политике. Сегодня наши корреспонденты вместе с специалистами отдела предпринимательства провели совместный мониторинг цен в супермаркетах города Аксай. На сегодня по городу Аксай средняя цена на сахар составляет 196 тенге за килограмм. На масло подсолнечное – 403, молоко – 254, муку первого сорта – 170. Хлеб варьируется в пределах 130 тенге. Социальный хлеб стоит 86 тенге. Реализация товара проводится в соответствии с положением. Сыпучие и мелкоштучные товары в расфасованном виде. Хлебобулочные изделия в упаковке. Продукты в основном покупаю в супермаркетах. Это удобно. Пока не заметил изменений в ценах или что каких-то товаров нет на полках. Все, что необходимо, в первую очередь все есть. Захожу в разное время дня. Ни разу не видел особого ажиотажа. А в часы пик народу всегда полно. После работы многие спешат в магазины купить свежие продукты. Населению никакого основания нет. Запас продуктов имеется. У нас вот сеть магазинов, 8 магазинов своих складов. Что поставляется? Казаларда, рис, россия, сахар, макароны, местные, маркин, компания «Белес», масло, подсолнечные запасы. У поставщиков мы тоже переговорили. Ежедневно отдел закуп занимается. Никаких оснований нет, что что-то закончится. Ну, будем доставлять в свое время, как доставляли. Работаем в обычном режиме. Специалисты отдела предпринимательства ведут ежедневный мониторинг. Цены пока на прежнем уровне. Как отмечают представители администрации супермаркетов, с поставщиками держится постоянная связь, чтобы не допустить на полках дефицита товаров первой необходимости. Сегодня мы с вами объехали только что все самые крупные торговые дома по городу Аксай. Это Байтирек, Лидер, Алтендар. Только по Байтиреку у нас по городу Аксай 8 крупных магазинов. И, как вы сами видели, все они работают в штатном режиме. Все социально значимые продукты питания, о которых 19, они все представлены. Предприниматели говорят о возросшем спросе на крупы, соль и сахар. После введения чрезвычайного положения они предостерегают покупателей от необдуманных массовых закупок, которые могут спровоцировать поставщиков.